Очистить газон от прошлогодней листвы, мелкого мусора, привести в порядок остановки общественного транспорта и прилегающей к ним территории, вышла студентка Ирина Маслобойщикова. В прошлом году из-за эпидемии коронавируса принять участие в субботнике ей не удалось, поэтому сейчас к убранству города девушка подходит со всей ответственностью и привлекает к этому своих друзей и волонтеров. Мы очищаем природу и очищаемся сами после зимы, после всех каких-то негативных событий. На уборку хлебной площади вышли сотрудники районной администрации, управляющих компаний, социальных учреждений и неравнодушные жители Самары. Мы вместе создаем будущее и когда делаем вместе добрые дела, то и человеческие улыбки зажигают, хорошее прекрасное настроение. Ребята и девчонки придут домой, порадуются вместе с родителями и от этого, мне кажется, мир будет добрее и светлее. Мы всегда на позитиве, самое главное, чтобы была рядом хорошая компания, хороший настрой и много можно полезного сделать. И субботник сегодня, это то, что делает сегодняшний день красочным, ярким, насыщенным, позитивными событиями. Эта территория вошла в топ-19 общественных пространств, которые претендуют на благоустройство в 2022 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В случае победы участок, на котором сейчас идет генеральная уборка, сможет претендовать на масштабное обновление. Здесь будут установлены мафы, будут установлены стоянки для велосипедов, будут дорожки, будут газоны, высажены туи и другие растения. И будет очень комфортно отдыхать людям в близлежащих домах. Также здесь планируют разместить детские, спортивные площадки и установить арт-объекты. Онлайн-голосование за территорией будет проходить с 26 апреля по 30 мая на сайте 63.городсреда.ру. Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, попадут в перечень участков для благоустройства в 2022 году. Ольга Павло, Никита Колосов, Николай Епифанов. События.